привет друзья недавно я был на браканде люди выносят и продают из дома и продают все что им не нужно так вот недавно я купил вот такую вот замечательную вещь кто-то может обрадоваться сказать о поздравляю купил бачок для самогонного аппарата но это не самогонный аппарат и не бачок его это скороварка в ней замечательно готовятся разные блюда и причем готовится очень быстро вот так вот он выглядит это пимпочка для сброса лишнего давления это пимпочка аварийного сброса закрывается крышка действует уплотнитель чтобы пар и давление не выходила и благодаря этому такому устройству скороварки все блюда варятся значительно быстрее особенно мясо я в нем уже варил и мясо готовил и хаш вот особенно мне понравилось варить готовить хаш то что обычно у меня варилось 5-6 часов потребовался полтора часа за полтора часа рубец гляжи ножки они стали такими отделяется от косточек и так мы приготовим хаш конечно сегодня же я хочу приготовить дымлямул я взял мясо кило 700 с косточками так что может быть даже уменьшу капуста помидоры смесь перцев смесь перцев я не буду класть таким образом я их в ступке измельчу и потом уже закину с овощами овощи картошка лук болгарский перец баклажаны 2 часа оно все развалится благодаря тому давление которое создается в скороварки и ингредиенты они перемещаются как тушенка станет но это даже будет лучше чем тушеное мясо а овощи они пропитаются соком и ароматами друг друга и будут такими и будет короче, даже слов не хватает. Приступим. В первую очередь нам надо, конечно, нарезать мясо и загрузить его в скороварку. Не надо загружать полные-полные тасыли без скороварки. Рабочий объем в скороварке примерно 2 трети. Вот так вот будем загружать его. Крупными кусками нарезаем мясо. Можно, конечно, выкинуть и таким образом, здесь целиком такой кусок, но его кушать потом будет неудобно. Закидываем мясо в наш агрегат, косточки сверху. Овощи все режем крупными-крупными кусками. Картошку, если она средняя, ее даже можно уложить целиком. Режем кусками лук. Можно так резать крупными-крупными кусками сверху. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Молотой смеси перцев у меня нет, поэтому я измельчу их в этой ступке. Ох, какой аромат поднялся! Здесь перец душистый, черный перец, белый перец. Создаем чайной ложкой соли. Я считаю, лучше не досадить, чем пересадить. Все готово, в принципе. Теперь плотно накрываю крышкой и ставлю на газ. Вот агрегат уже поставлен. Время час с копейками. Вариться цвета будет 2 часа. Хотя, на мой взгляд, достаточно и полутора часов, но у меня просто есть дела, надо кое-куда мотаться, сбегать. Поэтому оставлю на 2 часа. А пока же скороварка должна закипеть. Отсюда пойдет давление, лишнее давление начнет стравливаться. Вот даже сейчас, слышите? Немного затруднол уже стравливается. Когда давление повысится, вот эта пипочка начнет крутиться. И в этот момент я поставлю газ на самый маленький огонь. Скороварки набралось достаточное количество давления поднялось. И теперь нужно газ уменьшить. Прошел час сорок, я думаю, в принципе, уже готово. И можно будет выключать. Выключаю. И вот. Я выключил уже. Но сразу открывать это нельзя, потому что этим давлением под крышкой очень большое давление. Смотрите, вот видите? Давление такое. Либо надо таким образом выпустить все давление, либо же оставить на несколько минут, на 10-5 минут, чтобы давление само снизилось. И потом только можно будет открыть. Можно пимпочку снять, в принципе, осторожно с полотенцем вытащить. И вот давление само выйдет теперь. Вот что у нас получилось. Овощи не разварились. Ни капли воды я не добавлял. Вот картошка. Так. Вот она вот разваливается. А что же у нас с мясом? Вот с костью, видите, вот от костей расходит мясо. Ну и вот что в итоге получилось. Смотрите. На кости мято немного осталось. Вот это костью уже ненатратически нет никакого мяса. Все равно годило. Все мясо сварилось. Вот кусочек мяса. Я возьму это. Оно отваливается. Попробую. Объединю. Мясо можно не жевать, его можно губами перемалывать даже. Я вам советую, готовьте мясо с овощами вместе с скороваркой, и вы получите отличный результат. Если вам видео понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки, пишите комментарии, расскажите о своих рецептах тоже. Это будет интересно. Всем удачи, всем пока. До свидания.